Итак, попользовавшись планшетом пару недель и оценив все его достоинства, пришла пора упомянуть и о недостатках. Их немного. Первый, и наиболее очевидный, заглушка док-разъема. Нет, само ее наличие не может не радовать, но вот потерять ее проще простого. Она никак не прикреплена к устройству. Причем разъем-то они закрыли, а вот еще два отверстия под петли док-станции почему-то нет. Что мешало сделать отъезжающую шторку, непонятно. Второй недостаток заметен при подзарядке. Дело в том, что индикатор зарядки виден только если смотреть на устройство сзади или сбоку. Спереди его не видно. А жаль, так как хотелось бы использовать светодиод для оповещения о входящих сообщениях. Ну и последний, пожалуй наиболее тревожный, крепление матрицы. В полной темноте хорошо видна неравномерная подсветка матрицы по краям. Более того, если провести пальцем по рамке, уровень подсветки меняется. Это говорит о том, что матрица плавает внутри корпуса. Насколько это критично, покажет время. Но хочется верить, что в асусе не дураки сидят, и с устройством все будет в порядке, а подобная особенность лишь следствие неприличной малой толщины устройства. Кстати, в настолько тонком планшете просто невозможно разместить мощный динамик чисто в силу законов физики. Поэтому я не стану упоминать не особенно громкий звук, так как громкость на уровне остальных тонких планшетов.